Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на августовском мероприятии для учителей биологии и химии в рамках сессии педагогических и руководящих работников Муниципальной системы образования города Томска, которые сегодня проходят для вас в необычном формате. Предлагаем вам в дистанционной форме ознакомиться с представленными видеоматериалами, а затем, нажав кнопку «Обратная связь», вы можете поделиться с нами своими впечатлениями, задать волнующие вас вопросы и высказать свои предложения. Незаметно пролетел отпуск, и впереди нас ждет новый учебный год. Пусть он будет интересным и плодотворным, реализует все ваши мечты. Ну, а мы с вами давайте вспомним прошедший учебный год и наметим направление работы на 2020-2021 учебный год. Прошлый учебный год был непростой. Что же интересного произошло? В соответствии с анализом профессиональных потребностей биологии, учителей биологии и химии и на основании ряда приказов и распоряжений Департамента образования и реализации концепции развития физико-математического и естественно-научного образования в городе Томске в 2019-2020 учебном году работа велась по следующим направлениям, которые вы видите на слайде. В течение прошлого учебного года все эти направления были реализованы. Методическая работа по модернизации образования и образовательного процесса и сопровождению реализации концепции включала в себя организацию проведения семинаров и тренингов. Хочется отметить всех коллег, которые всегда гостеприимно встречали и делились своим опытом работы. Вот так команда гимназии номер 55 имени Версткиной на семинаре «Модернизация методических подходов и технологий обучения по предметам биология, химия, физика», создав творческую обстановку, погрузила учителей в процесс освоения новых методических подходов и технологий обучения. Модераторами выступили учителя Архипова Елена Леонидовна, Коновалова Екатерина Сергеевна, Гостюхина Валентина Валерьевна. Коллеги, спасибо вам большое. Ваш опыт взяли в методическую копилку. На базе лицея номер 1 проведен семинар «Приемы развития познавательной самостоятельности обучающихся в аспекте обновления технологических учебных предметов естественно-математического цикла». Этот семинар включил в себя мастер-классы как для учителей математики и физики, так и для учителей биологии и химии. Своим опытом поделились наши коллеги учителя Светошова Елена Петровна, Волкова Ольга Владимировна и Воробьева Полина Игоревна. Учителя погрузили в творческое пространство по активизации познавательной самостоятельности учащихся на практических занятиях. Коллеги, ваш опыт тоже берем в методическую копилку. Для многих школ актуален вопрос, как организовать профильное обучение детей. Об организации ранней профилизации и профильного обучения через внеурочную деятельность и индивидуальные учебные планы поделились ценным опытом команда педагогов школы «Перспектива». Искреннюю благодарность примите заместитель директора Лыскова Роза Викторовна, учитель биологии Плотников Евгений Владимирович, учитель химии Букреева Татьяна Михайловна. Ваш опыт берем в методическую копилку. Особо хочется отметить коллектив коллег 64-й школы, которые совместно с департаментом ветеринарии Томской области провели для обучающихся 9-11 классов уникальный квест профессиональных проб «Ветеринарный стражник». В квесте приняли участие 100 обучающихся и 21 учитель биологии. Это был не просто квест, а реальные пробы себя в роли ветеринара, лаборанта, ветинспектора. Яркое мероприятие впечатлило учеников, помогло сделать выбор в будущей профессии. А самое главное – способствовало развитию интереса к наукам биологии и химии. Погрузиться в практическую науку и поработать в лабораториях стало возможным для обучающихся 8-9 классов и учителей биологии и химии благодаря практикумам, которые провели наши коллеги Черкова Светлана Евгеньевна, учитель биологии 18-й гимназии, и Усова Надежда Терентьевна, учитель химии лицея при ТПУ. На базе педагогического университета прошел практикум «Исследую воду», а в химической лаборатории политехнического университета практикум «Физико-химические методы анализа» в исследовании объектов окружающей среды. Благодаря таким мероприятиям у обучающихся развивается интерес к предметам биологии и химии. Спасибо, уважаемые коллеги! В 2021 учебном году лице при ТПУ совместно с партнерами в рамках программы Сибур-Холдинга «Формула хороших дел» 24 и 25 октября 2020 года в режиме офлайн планируют проведение Томского образовательного химического форума. Это открытое педагогическое мероприятие, направленное на обсуждение проблем школьного химического образования и его преемственности на этапе школа-вуз. Основная цель форума – объединение усилий педагогов Томской области вокруг актуальных проблем химического образования. На форуме планируется выступление ведущих специалистов в области химического образования. Уважаемые коллеги, следите за информацией в своих рассылках и на сайте информационно-методического центра. Методическое сопровождение ГИА и ВПР Работа в 2019-2020 учебном году велась в двух направлениях. Это семинары-практикумы для учителей и тренинги для учеников. Огромную работу на себя взяли наши опытные коллеги. Муниципальным тьютером по вопросам подготовки к ЕГЭ по биологии стала Гайворонских Нина Викторовна, учитель биологии Сибирского лицея. Подготовку к ОГЭ по биологии курировала Алексеева Наталья Анатольевна, учитель биологии 38-й школы. По химии это направление курировала Егорова Наталья Станиславовна, учитель химии 4-й школы, и Кузьменко Галина Анатольевна, учитель химии лицея при ТПО. Опытом по подготовке к ЕГЭ по биологии поделились наши коллеги учителя биологии Михалёва Елена Васильевна, 7-й лицея, Санникова Евгения Олеговна, гуманитарный лицея, и Лежнина Евдокия Николаевна, Санторная лесная школа. Коллеги, ваш опыт очень ценный и значимый. Тоже берем методическую копилку. Коллеги, для повышения качества образования предлагался широкий диапазон методических мероприятий. В рамках подготовки к ЕГЭ по химии для 11-ти классников провели пробный экзамен на базе Политехнического университета. Для учителей и детей был не очень ценным разбор ошибок, которые провел Павел Владимирович Просол, учитель химии лицея при ТПО. В 2021 учебном году мероприятия по подготовке к ОГЭ и химии проведут Наталья Станиславовна Егорова, 4-я школа, и Раиса Николаевна Бланк из 31-й школы. В прошлом учебном году впервые опробирован проект «Тренинг Робный шар» по подготовке к ОГЭ по биологии для команд обучающих 9-й классов учителей города Томска. Инициаторами, тренерами и разработчиками являются Алексеева Наталья Анатольевна в тандеме с Ниной Викторовной Гайворонской. Благодаря им смогли обучиться целых 16 команд. Хочется отметить самые активные школы, команды, которые приняли участие в пробном шаре. Вы видите их на экране. В результате тренингов команда учеников не только отработали сложные задания ОГЭ, но и выступили в роли тьютеров, провели обучение одноклассников в своих школах. В 2020-2021 учебном году одно из важных направлений работы это повышение качества образования. И тренинг «Пробный шар» – это одна из эффективных форм работы, благодаря которой актуализируется формат горизонтального наставничества «Ученик-ученик». Более подробно ознакомиться с тренингом «Пробный шар» можно, посмотрев выступления Натальи Анатольевны Алексеевой на странице нашей секции. Одна из проблем, выявленная по итогам анализа результатов ОГЭ и ВПР, заключается в том, что наши ученики испытывают серьезные затруднения при работе с учебными текстами, схемами, рисунками. Работа по развитию универсальных учебных действий сложная, требует системного подхода, но по этой теме своим опытом поделились учителя биологии 18-й гимназии Черкова Светлана Евгеньевна и Крыжиновская Алифтина Владимировна на семинаре практиками приема формирования смыслового чтения и работы с текстом на уроках во внеурочной деятельности. Искренне говорю вам спасибо. Мы взяли ваш опыт, методическую копилку и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Один из муниципальных проектов национального проекта образования, реализуемый в городе Томске, это проект «Учитель в будущее», основная цель которого – внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. Один из показателей реализации проекта – не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченные в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы через реализацию таких, как «Клуб молодой специалист», «Школа молодого учителя», «Школа передового опыта». Для достижения этого показателя мы организуем методическое сопровождение молодых учителей биологии и химии и развиваем институт наставничества. У начинающих педагогов возникают вопросы по педагогике, психологии, методике, документоведению, которые не всегда есть с кем обсудить. Вот в помощь начинающим учителям работала и продолжает свою работу «Школа молодого учителя биологии и химии». За искреннюю поддержку, знания и опыт, за открытые мероприятия, методическое сопровождение молодых учителей благодарим наших знамечательных опытных коллег Ганькову Татьяну Александровну, Сысоеву Елену Владимировну, Раченкову Наталью Георгиевну и Пугачеву Ларису Николаевну. Спасибо вам огромное, коллеги. Более подробно ознакомиться с работой «Школы молодого учителя» можно посмотреть в виде выступления Ганьковой Татьяны Александровны на странице нашей секции. Ежегодно информационно-методический центр проводит конкурс профессионального мастерства «Педагог-наставник». И очень отрадно, что в прошлом учебном году победители конкурса стали наши коллеги – учителя химии 7-го лицея Ефимова Елена Георгиевна и Панасюгина Ольга Сергеевна. Запись конкурсного испытания «Мастер-класс» можно посмотреть на странице нашей сессии. Уважаемые коллеги, мы гордимся вами, и я приглашаю всех принять участие в профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года», «Педагог-наставник», «Первые шаги в профессию». Активно велась работа по олимпиадному движению и выявлению одаренных детей. Работа с одаренными детьми на муниципальном уровне включала в себя организацию проведения замечательных интересных конкурсов. Вы их видите на экране. И искренне выражаем благодарность организаторам мероприятия для детей Татьяне Александровне Гоньковой, Любови Леонидовне Неберы, Татьяне Геннадьевне Студеникиной, Ирине Вячеславне Беляевой, Наталье Михайловне Ходскиной, Евгении Александровне Акимовой, Ольге Викторовне Деминовой, Ольге Александровне Бухлиной, Светлане, и особо Светлане Алексеевне Казаченко, потому что на базе 264-й школы прошла серия игр, посвященные Черному морю. В этом году, в учебном году, также планируется проведение этих игр. Все участники с удовольствием соревновались, обменивались интересной информацией, общались. При выполнении заданий были востребованы предметные знания и метапредметные умения. Дети и учителя оставили отличные отзывы о всех перечисленных мероприятиях и выразили желание повторить эти конкурсы в этом учебном году, что мы обязательно и сделаем. И еще особо хочется отметить сетевой конкурс знатоков «Дельфин», который 7 лет подряд для учеников Томской, теперь уже Томской области, проводит коллектив, целая команда 14-й школы под руководством Сергея Юрьевича Половникова. В этом году количество участников конкурса побило все рекорды посещаемости мероприятий муниципально-образовательной сети. Представляете, 602 участника. ВИВАТ вам, коллеги! На весенних каникулах состоялась онлайн-научно-практическая конференция «Юные дарования». Благодаря дистанционному формату расширилась география участников конференции. Были работы учеников города Томска, Томского района и Иркутской, Московской областей. Хочется поблагодарить всех учителей, членов жюри. По мнению членов жюри, качество представленных работ достойное и соответствует всем представленным требованиям. Спасибо учителям, научным руководителям, родителям за подготовку и сопровождение детей, за выбор интересных тем. Особо скажу об олимпиадном тренинге, как ресурсе повышения качества образования по биологии и химии. Олимпиадные тренинги для учеников города Томска провели учителя 29-й гимназии Прокопьева Наталья Владимировна, Подушкина Елена Викторовна и Филипповская Лада Владимировна. Сердечное спасибо, коллеги! В этом учебном году для проведения олимпиадных тренингов коллегам 26-й гимназии присоединяются коллеги Академического лицея. Смотрите календарь образовательных событий на сайте информационно-технического центра и в социальных сетях. Ежегодно с сентября по мае проходят химические бои, организатором которых является Кузьменко Галина Анатольевна, учитель химии лицея при ТПО. Информацию по химии боям также смотрите в календаре образовательных событий. Ну и как итог олимпиадного движения это участие учеников во Всероссийской олимпиаде школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по биологии принял участие 127 школьников, а по химии 55 человек. Олимпиадные задания были очень сложные. Победители и призеры, набравшие проходной балл, приняли участие в региональном этапе. Ну и коллеги, давайте вспомним четвертую четверть. Четвертая четверть прошлого учебного года была самой напряженной в связи с переходом на дистанционные формы работы. Перед учителями возникли вопросы, как эффективно организовать образовательный процесс, и в помощь проведения он и оффлайн были проведены консультации. Но этого было недостаточно. О том, как использовать сервисы Google и облачные технологии, рассказала Березовская Елена Ивановна, учитель химии 51-го лицея, на семинаре тренинги применения сервисов Google в образовательной деятельности обучающихся на занятиях химии. По организации дистанционного образования коллеги школы Эврико-развития поделились опытом и записали видео. Видео можно посмотреть на странице нашей секции. В мае проведено анкетирование учителей по выявлению профпотребностей. На слайде вы видите те направления, над которыми нам предстоит работать в предстоящем учебном году. В 2020-2021 учебном году мы также продолжаем сотрудничество с Экскурсионно-просветительским центром, биологическим институтом и химическим факультетом Томского государственного университета. Экскурсионно-просветительский центр записал для вас видеообращение, которое вы можете посмотреть также на странице нашей секции. Ну а сейчас самая приятная часть. Грамотой Департамента образования за активную профессиональную позицию в реализации национального проекта образования методическую помощь и поддержку педагогам города Томска конструктивное сотрудничество награждается Казаченко Светлана Алексеевна, учитель биологии и химии 64-й школы. Алексеева Наталья Анатольевна, учитель биологии 38-й школы. Гайворонских Нина Викторовна, учитель биологии Сибирского лицея. Нестерова Надежда Николаевна, учитель биологии 53-й школы. Ганькова Татьяна Александровна, учитель химии, гимназии номер 13. Егорова Наталья Станиславовна, учитель химии 4-й школы. Пилипповская Лада Владимировна, учитель химии, гимназии номер 29. Грамотой информационно-методической центра награждается Усова Надежда Терентьевна, учитель химии, лицея при ТПО. Кузьменко Галина Анатольевна, учитель химии, лицея при ТПО. Паловников Сергей Юрьевич, учитель химии 14-й школы. Беляева Ирина Вячеславовна, учитель биологии 23-й школы. Черкова Светлана Евгеньевна, учитель биологии, гимназии номер 18. Коцкина Наталья Михайловна, учитель биологии 23-й школы. Прокопьева Наталья Владимировна, учитель биологии, гимназии номер 29. Дика Анастасия Юрьевна, учитель биологии, школы номер 34. Нибера Любовь Леонидовна, учитель биологии 42-й школы. И Студеникина Татьяна Геннадьевна, учитель биологии 50-й школы. Уважаемые коллеги, дорогие учителя, искренне поздравляем вас и надеемся на плодотворное сотрудничество. А сейчас, уважаемые коллеги, для вашего внимания представлена информация по конкурсам, в которых вы можете принять участие. Это всероссийский конкурс компьютерных игр «Шаг к устойчивому развитию». Вся информация более подробная размещена на сайте информационно-методического центра. Еще один конкурс – это конкурс фотографий в стиле шелфи. Что такое шелфи и вся информация о конкурсе также размещена на сайте информационно-методического центра. Дорогие коллеги, в нашей команде нет случайных людей. Вы все профессионалы, и с вами приятно и интересно работать. Я надеюсь, что в этом учебном году наше сотрудничество будет творческим и плодотворным. Примите мою искреннюю благодарность. Следите за новостями на сайтах информационно-методического центра, а для вашего удобства новости можно прочитать и в социальных сетях. Штрих-коды видите на слайде. До встречи на наших мероприятиях.